Во имя Отца и Сына и Святого Божьего. Аминь. Сегодня, дорогие братья и сестры, воскресный день. И Святая Церковь предлагает нашему вниманию евангельскую историю истеления Господом, Богом и Спасителем нашим, Адалинского Бесноватого. Когда Бог пришел на землю, воплотился, стал истинным Богом и истинным человеком. Когда Господь совершал спасительную миссию на земле, Господь ходил по городам, по весям и учил людей Божественной правде. Священным Законом, который возводит человека обратно в потерянный рай. И однажды Господь прибыл в страну Гатаринскую. Это напротив, на противоположном берегу Генесиатского озера, напротив Капернаума. И когда Спаситель вышел на берег, его встретил бесноватый человек, который настолько был жестоко одержим бесом, что он не одевался в одежду и жил не в доме, а в гробах. Песноватый, увидев Спасителя, возвысил свой голос и закричал, «Что тебе до меня, Иисусе, Сыне Бога Вишнего? Умоляю тебя, не мучь меня!» Потому что Спаситель повелел демону выйти из этого человека. Потому что демон долгое время мучил его. Так что его связывали цепями, узами, желая сберечь его. Но он разрывал цепи, разбивал локовы и был гоним бесом пустыни. И Спаситель спросил этого человека, «Как твое имя?» Он говорит, «Мое имя Легион». Легион – это такой отряд. Раньше были легионы, военная единица, в которую ходили по разным исчислениям, в разных местах 600 больше, меньше солдат. И бесноватый ответил, «Мое имя Легион», то есть в этом человеке был не один демон, а целый легион. И просили бесы, чтобы Господь разрешил, не отсылал их в гиену, но чтобы Господь позволил им войти в стадо свиней. А недалеко, на берегу моря, приспослось стадо свиней. И Господь позволил, разрешил. Бесы вышли из этого человека, вошли в свиное стадо, стадо взбесилось, бросилось крутизну в море и потонуло. Пастухи, видя происшедшее, побежали в город и рассказали людям о том, что случилось. И все жители той страны вышли навстречу спасителей. они пришли и увидели без того бесноватого, который никто не мог укротить в здоровом уме, одетого в одежду и сидящего у ног Иисуса. И те, кто был там, еще раз рассказали подробно, как это произошло, как это случилось. И жители обратили их к спасителю с такими словами. Отойди из нашей земли. Потому что они были объяты великим страхом. И спаситель вошел в лодку и переправился на другую сторону Енисиаретского озера. Бывший бесноватый просил спасителя, чтобы пойти с ним, чтобы быть с ним. Но спаситель ему сказал, иди в твой дом и расскажи всем, что сотворил с тобою Бог. И он пошел в город и проповедовал всем, что сотворил ему Иисус. Такую евангельскую историю сегодня предлагает нашему вниманию Святая Православная Церковь. Евангелие – это книга жизни. Книга, которая дает ответы на все вопросы, которые могут возникнуть у человека. Касательно земной жизни, касательно духовной жизни. И в этом евангельском оповествовании нам дается ответы на очень важные вопросы, которые иногда волнуют человека. Во-первых, в этой евангельской истории изображается, что такое гордыня. Есть Бог, Творец неба и земли, Владыка всей твари, Любовь, Источник жизни, Высший Разум. И есть падшие духи, демоны, которые некогда были светлыми ангелами, Бог натворил их светлыми ангелами. Но они возгорделись и не спали от той чести, которой они были обдарованы от Бога и стали темными, мрачными, злыми духами. Основная суть демонов – это их гордыня, их постоянное противление Богу. Гордыня – это противление Богу. И когда мы, ну, кто знает это, кто не очень знает, мы иногда считаем, что гордый человек – это сильный человек. То есть он в себе имеет такое мнение о себе, что он лучше всех, красивее всех, умнее всех. Но на самом деле гордый человек очень слаб и раним. И в гордом человеке наряду с его дерзостью, когда он себя выставляет лучше всех, и так бесстыдно, постоянно присутствует страх. Дерзость и страх – это свойство гордыни. Если человек гордый, то он, хотя бы, как бы он себя не выставлял, как бы он себя не изображал, он трусливый и боязливый человек, потому что в нем нет благодати Святого Духа, которая делает человека сильным. И еще в этой евангельской истории открывается нам тайна, какую власть демоны имеют на человека. Иногда у нас бетует мнение, что люди считают, что Бог сильный, но дьявол тоже сильный. И он может напасть на человека, надо как-то прятаться от него, чтобы он не напал на меня, потому что Бог может где-то не обратить внимания должного, и дьявол нападет на меня и может меня замучить, разрушить. Дьявол не имеет абсолютной власти ни над кем. Он не имеет власть никакой, ни над кем. Даже в свиней он не может войти без разрешения Бога, без Божьего позволения. Но бывает то, что дьявол касается человека. Есть беснования, есть люди бесноватые, ну явно, есть тайно бесноватые, большее знак, тайно бесноватые, когда демон внутри нас мучает, мы наружу не выказываем этого, но внутри дьявол мучает нас. И это не бывает без воли Божьей. Бог иногда попускает человеку, что дьявол приходит и касается человека. Это делается по нескольким причинам. Одна из причин, это могут быть наши грехи, которыми мы уже сотворили, или грехи наших предков, они тоже влияют на нашу жизнь. И большей всего причиной того, что дьявол касается человека, является то, что мы люди оставляем Бога, отвращаемся от Бога и идем к дьяволу. И мы считаем, что мы делаем правильно. И Господь попускает дьяволу коснуться тогда к нам, чтобы мы увидели мерзость, гнусность, мрачность, холодность и злую натуру дьявола. И через это возненавидели его и обратились к Богу. И еще одно, чему научает нас это Святое Евангелие, это «Иногда человек возлюбил земное богатство, земную славу отвергает Бога». В Святом Иоангелии есть место, где написано, что люди не могут веровать в Бога, потому что они возлюбили славу человеческую больше, нежели славу Божию. Это случилось с адолинскими жителями, когда они увидели на этого бывшего бесноватого человека, здорового, одетого, сидящего у ног Спасителя. Здравая человеческая логика говорит, что люди должны были бы открыть двери своих жилищ и сказать, Господи, заходи к нам, помоги нам из наших жилищ, из наших душ, темных, злых духов. Люди поступили обратно. Они сказали Спасителю, отойди от нас, ты нам не нужен. Почему так случилось? Святые отцы, объясняя это место из Священного Писания, говорят, что жители адолинской страны были иудеи. Иудеи по закону Моисееву не имели права держать на своей земле свиней, иных животных, которые были нечистыми, и укушать от них мясо. Однако, жители адолинской страны нарушали Божественную Завву, зная о ней, они нарушали ее. Они держали стадо свиней, вероятно, сами укушали свиное мясо, и возможно, наверняка, они торговали этим мясом, продавали, обогащались этим, и они видят, что Спаситель погубил их стадо свиней. Они знали, что это Спаситель сделано не случайно, а потому, что нельзя было им держать свиней. И у них было не последнее стадо, у них было еще много стад, которые были в другом месте сокрытые, они боялись, что Спаситель, войдя к ним, погубит остальных свиней, и они останутся без дохода, без прибытка, без земного обогащения. И возлюбив больше мамону, нежели Бога, они отвергли Бога. Вот это есть причина, почему жители сказали, отойди от нас, видя, что это не простой человек, а Бог, который имеет власть над нечистыми духами. Пусть каждый из нас, дорогие братья и сестры, посмотрит на себя, заглянет в свою душу, посмотрит, насколько мы обращены к Богу, или мы не поворачиваясь, не идем к темным злым духам. То есть, если человек презирает божественный законы, Бог говорит, не кради, а я краду, Бог говорит, не убивай, я убиваю, Бог говорит, не прелюбодействую, я прелюбодействую, и так далее. Если я это делаю противно Богу, то я иду от Бога. Отвратился от Бога, иду к дьяволу. И мы должны посмотреть на себя, не делаем мы это. Если мы делаем, то мы должны стараться повернуть себя. делать то, что не то, что нам нравится, а то, что Бог повелевает. Тот человек, который делает то, что Бог повелевает, то есть творит волю Божию, это человек смиренный, а смиренному Бог дает благодать. Благодать, которая делает человека сильным, красивым, благородным. На вид смиренный кажется уязвимым, кажется слабым, но на самом деле смиренный это сильный человек, который может сказать нет, там, где все говорят да, и который может пойти против течения, если это течение идет от Бога к дьяволу. И не надо бояться, что мы что-то потеряем, если мы будем творить волю Божию, то мы что-то потеряем и станем бедными или слабыми. Не надо бояться, потому что если Бог с нами, если Бог дает человеку благодать Святого Духа, то он может быть богатым, он может быть нищим, он может быть здоровым, может быть больным, но он будет счастлив, он нашел себя. Если нет благодати Святого Духа в душе человека, он может обладать всем миром, он будет самым несчастным. Счастье человеку дает благодать Святого Духа, которую Бог дает человеку тому, который смиряется. не потому, что Бог не хочет дать иным благодать, а потому, что иные люди, которые не смиряют себя перед волей Божьей, они не способны вместить в себя эту силу Божественной благодати. Поэтому надо стараться в жизни просто. Всегда если возникают вопросы, проблемы какие-то, как нам поступить? Мы должны или почитать Святой Ивангель, или может мы знаем, вспомнить его, или мы слышали где-то от священника, благочестивого человека, о законах Божественных, и мы должны поступить так, как говорит Божественный Закон. Тогда человек сохраняет свою жизнь и на земле, и на нем почивает благодать Святого Духа. И такой человек на небе сподобляется вечного блаженства о Христе Иисусе Господе нашим, которому от нас слава, честь и поклонение, ныне бесконечности веки. Аминь. Щоб завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на канал Української Православної Церкви в YouTube та натискайте на дзвіночок, щоб першими дізнаватись про вихід нових відео.